Привет зрителям Норникеля! Меня зовут Владислав и я работаю в департаменте совершенствования деятельности и устойчивого развития. Эта неделя выдалась насыщенной. Рассказываю, во-первых, поздравьте меня, я женился. Во-вторых, совсем скоро, а именно 25 сентября в Мурманске пройдет не имеющий аналогов России форум Инхаб. В этом году Норникель представит 11 проектов улучшений в пяти номинациях конкурса «Трансформация». Попробовать себя в ходе недели инноваций и производительности можете и вы уже в следующем году. В-третьих, в модели управления компанией произошли изменения. Подробнее об этом расскажем в дайджесте. Приятного просмотра! Спасибо, Владислав! Это было прямое включение из Норильска, а мы переходим к остальным новостям компании. С целью повышения эффективности Норникель меняет модель управления. Две ключевые производственные площадки, Норильские и Кольские дивизионы объединятся в заполярный дивизион. Его возглавит Александр Попов, старший вице-президент, операционный директор Норникеля. В Мурманске дан старт второму этапу совместной российско-китайской арктической научной экспедиции. Справиться со льдами исследователям поможет новейший научно-исследовательский ледокол, который совсем недавно впервые пришвартовался к причалу Мурманского транспортного филиала. Именно там команде специалистов присоединилось еще 27 российских ученых для дальнейшего проведения магнитометрических исследований. Норникель по праву считается лидером цифровизации в России. Компания продолжает создавать инновационные продукты и расширять привычную сферу применения палладия и никеля. Виталий Бусько, вице-президент по инновациям Норникеля, рассказал в интервью ТАСС о самых современных проектах компании, а также о роли металла в последних разработках. Полный материал уже ждет вас по ссылке в описании. Каждый год через разные программы корпоративного университета Норникеля проходит более 50 тысяч сотрудников, а ежедневно около тысячи человек повышают уровень знаний и отрабатывают новые навыки на практике. Занятия проходят в классах, на подземном полигоне, в учебно-производственном комплексе, на миниатюрных копиях установок и даже в виртуальном пространстве, а некоторые тренажеры не имеют аналогов в нашей стране. Если вы хотите узнать больше о процессе обучения в корпоративном университете, смотрите полное видео. Ссылка в описании. Енисейское речное пароходство отправило в Дудинку второй и заключительный лесоплот в навигацию этого года. Срок доставки плота из крупной древесины зависит от погоды. При благоприятных условиях плот может дойти до Дудинки за 12 дней. Старт второго сезона ВХЛ для самого северного хоккейного клуба выдался по-настоящему удачным. Всего норильские хоккеисты провели 4 домашних матча, одержали 4 победы и забили 18 шайб, обыграв сразу несколько уральских клубов. Теперь команде предстоит отправиться в выездное турне, которое начнется 15 сентября в Саратове. С нетерпением ждем следующих матчей. В Норильске состоялись первые события фестиваля театральные сезоны. Открыл программу спектакль «Старший сын», главную роль в котором исполнил народный артист России Игорь Костолевский. Подробнее о том, как прошли первые дни фестиваля, рассказали в нашем видео. Ссылка в описании. Агентство развития Норильска провело школу предпринимательства. Пятидневный интенсив, направленный на повышение компетенции действующего бизнеса и оптимизации его работы на рынке. Прокачать свои навыки смогли предприниматели, самозанятые и разработчики стартапов. О том, как это было, рассказала участница тренинга Анна Шувалова. Это был пятидневный курс бизнес-тренинга, который проходили не только действующие предприниматели города, но и также те, кто только хотят войти в какие-то ниши и на рынок вывести какой-то новый продукт или услугу. За эти пять дней каждый участник с помощью такого дизайна мышления придумал проект с продуктом или услугой, который упаковывали для того, чтобы потом представить его, защитить. Ну и конечно, в дальнейшем все мы будем ждать реализации. Кстати, по итогам прохождения курса участники получили сертификаты, которые могут быть обязательными при подаче заявки на участие в грантовых программах. До встречи через неделю и хороших вам выходных!